Всем привет, друзья! Вы на канале Мобильный Мир, и как вы наверняка уже знаете, Сбербанк буквально на днях осуществил определенный ребрендинг. Поменялся логотип, инфраструктура, какие-то отделения поменялись. В общем, Сбербанк полностью преобразился и готов встречать новых клиентов на своем пороге. Но нас на этом канале интересует нечто другое, а именно подписки, сервисы, в общем, те самые цифровые вещи, к которым можно прикоснуться с помощью своего смартфона или планшета, ноутбука, не важно. И сегодня речь пойдет про подписку Сбербрайм. Почему она привлекла мое внимание? Наверное, потому что сам Сбербанк выставил эту подписку на первое место в меню на своем основном сайте. Вы просто вдумайтесь, основной сайт Сбербанка, самого популярного банка в стране, на первое место в меню выставляет платную подписку для своих пользователей. Естественно, мне стало интересно, я стал изучать, что это вообще такое. Давайте разберем, что нам предлагает Сбербанк, стоит ли вообще обращать на это внимание, или, возможно, это та самая подписка, которая за условные 200 рублей в месяц сможет избавить нас от всех проблем, которые нас могут ожидать. И начнем мы, ребятки, с цены. Стоит на данный момент Сбербрайм на год 999 рублей. 1000 рублей – это меньше 100 рублей в месяц, определенно дешево. Но нужно понимать, что это акционная цена, поскольку подписку только-только запустили. И через год вам придется платить либо 2000 в год, либо 199 рублей в месяц. Это дороже, чем Яндекс Плюс, который стоит на индивидуального пользователя 169 рублей в месяц. И стоит ровно столько же, сколько комбо от Mail.ru Group. Так что по цене никаких реальных выигрышей вы не получите, если будете активно пользоваться данной подпиской. Но, тем не менее, она не вырывается за какую-то, ну знаете, эмоциональную преграду в 200 рублей. То есть 200 рублей – нормальная цена за подписку, если она предлагает вам что-то очень интересное. Давайте теперь посмотрим, что нам предлагает Сбербрайм, интересно это или нет. Подписка на ОККО. 20 тысяч фильмов и сериалов. Неплохое предложение с учетом того, что на самом сайте ОККО эта подписка стоит 199 рублей. Соответственно, вы, покупая Сбербрайм, вроде как получаете больше, чем можете получить от подписки ОККО. В любом случае, это немножко печальное предложение, потому что Я был подписан на ОККО. Это вообще дорогой онлайн кинотеатр. Но если вы берете самую дешевую подписку за 200 рублей, вы не получаете практически ничего. То есть ни мультфильмов. Если у вас есть дети, например, про мультфильмы забудьте. Про познавательный контент забудьте. Про культовые сериалы, про Игру Престолов забудьте. У вас будет советская классика, которую можно посмотреть вообще где угодно. На Иве вообще даже без подписки можно смотреть советскую классику. Ее можно смотреть на Ютубе. Она распространяется везде, непонятно для чего вам подписка. Ну и конечно же, там есть какие-то сериальчики, которые, ну, сомнительного качества. И в свое время, я помню, что я пытался что-то глянуть там за эти 200 рублей. Нет, 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 нет. Кинопоиск HD за 169 рублей в Яндекс Плюсе Гарра не на 5, на 10 голов выше, чем самый дешевый Око. Перестаньте себя мучить, либо берите дорогое Око за 800 рублей, где у вас будет все, включая медиатека. Либо идите на Кинопоиск HD, где за 170 рублей вы получите гораздо больше эмоций, чем за 200 Око. Так что вообще хрень полная и жалкое зрелище. Дальше, Сберзвук. Сберзвук. Новая подписка на музыку. Новый музыкальный сервис. Мы так этого ждали. Нам же так не хватает Яндекс.Музыки, Спотифай, Гугл.Музыки. Точнее уже только Ютуб.Музыки. Эппл.Музыки. Ну и конечно же ВКонтакте Бум. Никто о нем не слышал и никто им не пользуется. Кстати, в подписке Комбо, который стоит ровно столько же, сколько Сберпрайм, там подписка Бум. Там подписка Бум на месяц. И вообще-то в России ВКонтакте самый распространенный сервис для прослушивания музыки. Я не знаю, если у вас до сих пор нет никакой музыкальной подписки, вот вообще никакой, попробуйте. Однажды я сделаю обзор на Сберзвук. Я вам точно говорю, я сделаю обзор, мне прям интересно, что же они там такого интересного могут предложить. Но по факту это самая непопулярная и пока еще никому неизвестная платформа, на которую все музыкальные новинки будут приходить с запозданием. И напоминаю, за те же деньги без акционных предложений в Комбо будет Бум, а в Яндекс.Музыке дешевле будет Яндекс.Музыка. Надо быть реальным фанатом Сбербанка, чтобы захотеть себе именно Сберзвук, чтобы вот прям... Скидки 15% на мобильную связь от Сбербанка. Но здесь я уже считаю, что немножко стыдно, потому что далеко не секрет ни для кого, что подписки это не только способ взять своего клиента и доить его вечно вообще на 200 рублей в месяц. Или там на другую сумму. Это еще и способ продвинуть какие-то непопулярные свои сервисы с помощью популярных. Понятное дело, что никто активным клиентом Сбербанка Мобайла не является. 15% скидки это, предположим, платишь ты в месяц 500 рублей за свою мобильную связь. Там неважно, мегафоны, МТС, Билайн, Теледва. И тебе предлагает вот Сбербанк какой-нибудь тариф за эти же деньги, но ты платишь не 500, а 400. И ты такой, блин, да, верняк. Теперь у меня будет мобильный оператор Сбербанк. А у меня же большая семья, куча людей, все на одинаковых операторах сидят, чтобы вообще бесплатно общаться между собой. Я такой, прихожу домой вечером как-то. Ребятки, вы со своим мегафоном, идите куда это, у меня, короче, оператор Сбербанк. Ну, блин, бред собачий, это не так работает. А самое интересное, что все вот эти вот мобильные операторы, что Тинькофф, что Сбербанк, что еще там кто-нибудь, они же не имеют своих вышек, они все равно подключаются либо к Теледва, либо к мегафону, по-моему. В общем, в любом случае, у нас есть 4 оператора, и никуда от этого не деться. Вот эти все Сбермобайлы и Тинькофф мобайлы, это все от лукавого и непонятно зачем. Стоит ли мне оформлять подписку Прайм? О, 15% скидка на мобильную связь. Да, стоит. Дальше. Скидка 10% на Ситимобил. И вот я чем дольше погружался вот в информацию об этой подписке, я все больше понимал, что это подписка комбо от Mail.ru. Потому что там тоже есть Ситимобил 15%, там тоже есть музыкальная подписка, хотя и не Сберзвук, конечно, всего лишь бум, и Delivery Club там есть, об этом немножко позже. Ну, наверное, скидка на Ситимобил, штука хорошая. Мне Ситимобил нравится, не меньше, чем Яндекс.Такси. Хорошие машинки, хорошие водители зачастую попадаются. Удобный интерфейс, обычно дешевле Яндекса. Тут ничего плохого сказать не могу. Но стоит ли именно Сберпрайм-то покупать ради этого, когда можно же оформить комбо, и там будет не Сберзвук, там будет бум. И там можно выбрать не только нищебродскую подписку от Окка, но там еще есть Мегафон ТВ, между прочим. Здесь нет. И, ребятки, это не реклама никакой подписки. Поэтому я даже никаких ссылок не оставлю ни на эту подписку, ни на конкурирующую, потому что вы же потом сожрете. Delivery Club и Сбердоставка. Сбердоставка – это та же самая ситуация, что с мобильной связью от Сбербанка. Ну, хорошо, была пандемия, возможно, еще будет, никто, ну, как бы никто не знает. Но сам факт. Я хожу в супермаркет, я вижу, что люди в большинстве своем ходят в супермаркет, потому что это удобнее и практичнее. Особенно, что касается овощей, ну, что тебе туда наложат? Возможно, у меня не так много друзей, точнее, у меня их очень мало, но я общаюсь с достаточно большим количеством людей, и никто не заказывает доставку еды на дом. Но если кто-то заказывает, то это единичный случай, какой-нибудь день рождения, и ты понимаешь, что ты не хочешь идти в магазин, ты тут все пяхтать, можно заказать. Точно не повод оформлять себе какую-то подписку. Ну, а скидка 10% на Delivery Club, ребятки, она также есть в подписке Combo от Mail.ru. Ну, ничего удивительного, я тут все больше и больше вижу Combo от Mail.ru, а не подписку от Сбербанка. Ну и последнее, просто выстрел в голову всем конкурентам Сбердиск. Звучит, да? Сбердиск. Чем пользуешься? Скинь мне на Сбердиск. Слушай, я там на Сбердиске документы, короче, сохранил, я тебе их отправлю, у тебя есть Сбердиск? Или тебе на другой диск отправить? Нам же мало дисков, да? Вот так же, как в музыкальных подписках, нам мало дисков. У нас же нет доступа к 15 гигабайтам навсегда в Google Диске. У нас же нет 10 гигабайт навечно бесплатно в Яндекс Диске и 8 гигабайт на Mail.ru Диске. Нам же обязательно нужен Сбердиск, без него никуда. Кстати, трехсосинский квас просто огонь. 30 гигабайт Сбердиски. И это еще, знаете, причем, пару лет назад у Сбербанка хакеры стырили огромное количество пользовательских данных, чего не было никогда у компании Google, чего не было у других крупных банков в России. Стоит ли доверять Сбердиску свои файлы, которые вы, свои личные файлы, которые вы храните, как зеницок? В общем, если убрать весь сарказм и перейти к выводам, я могу сказать следующее. Я не понимаю, что из себя сегодня представляет вообще Сбербанк. Это банк? Ну, вроде не банк, потому что, ну, это типа новый цифровой конгломерат какой-нибудь. Он и как банк-то был так себе все время и вывозил лишь за счет того, что люди думали и думают некоторые по сей день, что это вот государственный банк, надежный там и все. Это коммерческий банк на самом деле. И по своим условиям он хуже других банков в большинстве случаев. И без него можно обойтись легко, не обязательно иметь там ни карты, ни дебетовые, ни кредитные. Счета там иметь не обязательно, ну, может, пенсионерам только. И вот что сегодня я вижу, когда смотрю на Сбербанк? Это все такой же, вроде посредственный банк, с такими же не самыми удобными условиями обслуживания, с такими же костылями, когда ты не можешь сделать какие-то вещи, не придя в отделение. И при этом на главной странице банка нам предлагают подписку половина, половину услуг из которых это чужие услуги. Это ОКК, это Mail.ru Group, то есть Delivery Club, CityMobile, мобильная связь на вышках Теле2 и какие-то сбердиски, непонятно чего, Сбербанк не сделал. Вы знаете, я хочу увидеть какую-нибудь новую подписку, которая либо соберет в себе все воедино и предложит вот тебе вот это все, что нужно для твоей там актуальной жизни. Либо это было что-то новое. Вы знаете, как вышел, когда YouTube Premium, это было замечательно, потому что, понятное дело, без рекламы никуда, но хотелось перестать ее смотреть. И нужны были компромиссы. Этот компромисс был достигнут с помощью замечательной подписки YouTube Premium, которую еще и YouTube Music дает. Вот это я понимаю, это целевая подписка. Я понимаю, когда Яндекс распространяет свои вот эти вот сервисы, потому что Яндекс изначально цифровая компания, причем хорошая. Они сделали отличный поиск, потом отличный сервис такси, отличные карты, облачное хранилище. И вот этого всего много. Но Сбербанк был банком, посредственным банком, и стал цифровой компанией, которая предлагает чужие услуги. Сегодня Сбербанк, получается, это посредник. Просто посредник, который за счет своей аудитории может заработать денег в коллаборации с компанией Mail.ru. Вот такое мое мнение по поводу данной подписки. Стоит ли ее оформлять? Да и даже не знаю. Я не нашел ничего для себя из того, что Сбердиск... На этом у меня все. Извините, что выпуск получился таким длинным. Мне просто хотелось более подробно с вами поговорить про этот сервис. Мне просто бомбануло в какой-то момент, когда я это все увидел. На этом у меня все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. А мы увидимся с вами очень скоро. Пока, друзья.